всем привет на связи борис скалов сайт весом точку рой давайте я короткой по существу расскажу какая погода в индию главе сной в марте в апреле в мае вообще что здесь происходит весной и как обстановка для отдыха ну весна подразделяется вот у них четко то три месяца май это уже заканчивается сезон март сезон как раз еще продолжается апрель такой переходный период если коротко в марте классно отдыхать в апреле но уже кому-то может быть жарковато хотя я говорю всегда жарковато я выхожу допустим из дома с утра и в один уже в апреле например вы прихожу домой где ты выхожу после четырех но многим наоборот говорят супер классно тепло на улице в это время там 32 33 днем градус обалденной погоды мне классно гулять сразу скажу жара в гуа это не такая жара жара как в египте и в турции то есть 40 50 градусов тут нет например в марте температура дневная дать подробнее марте дневная температура где 31 32 градуса но уже ночь становится теплее например самый классный сезон здесь для отдыха ну и для жизни это зима декабрь январь февраль когда днем около 30 ночи прохладные то есть днем накупаешься на отдыхаешься ночью как бы в кофточке в легкой ходишь в штанах принципе это самое комфортное время для отдыха и для жизни но вот я говорю с точки зрения зимовщика для туристов март тоже отличная погода днем 31 32 ночью стат тепло уже ходите 24 25 градусов то есть кофту вы практически никогда не надеваете ходите в шортах футболки в тапках но немножко повышается влажность опять же первая половина мая марта еще погода максимально комфортно многие спрашивали стоит ли ехать на 8 марта отличная погода покупаетесь море где-то в это время в марте 27 ну в первый плане марта во второй плане марта 28 то есть для туристов особенно кто прилетает там из зимней россии украины беларуси вот погода для отдыха волны вообще в год никогда не бывает больших волну вот феврале где-то может еще в первой плане марта не могут иногда быть ну как вот я сниму сейчас за мной вот такое вот море вот такая погода как вы видите ну я не знаю сложно назвать это волнами но если вам нужен полный штиль то это декабрь-январь месяца полностью игла так по мне море очень классные хорошие небольшие очень такие комфортные волны такого как в египте где там сносит лежаки купаться нельзя и близко нету то есть просто море неспокойного допустим если вы приезжаете сюда ноябрь декабрь и варь самый спокойный море тишь гладь и благодать как говорится для купания в марте уже есть такие небольшие волны может кому-то это будет некомфортно опять не для кого проблемы искупаться в принципе не вызывает даже местные которые не умеют плавать это заходит в море а если вы хотите поехать на 8 марта для поездки не забывайте что для поездки в индию нужна электронная виза она оформляется в течение одного трех дней онлайн если вы вдруг срочно хотите поехать то обращайтесь к нам наш визовый центр наше агентство занимается оформлением виз мы работаем без праздников выходных вот как раз на 23 февраля на 8 марта очень многие только до нас и могут дозвониться дописаться может конечно заполнить самостоятельно но там четыре страницы на английском языке надо сконвертировать загранпаспорт в pdf правильно загрузить фотографию но люди кто первый раз многие там день-два и заполняют если решили поехать на 8 марта нужна срочная виза обращайтесь контакты нашего специалиста есть под этим видео просьба писать это визовый специалист по погоде но он не ответит как взяла в голову он не ответит с вам именно нужна виза готовый подключить но вот уже в апреле вот идет такой переходный период это вообще в индии считается у нас весна у них лета то есть это самый жаркая погода вот можно сказать наш июль вот эту них апрель потому что у них летом идет сезон дождей и за счет дождей как становится погода прохладе вот еще какой мал важный момент в марте проходит праздник холи то очень классный праздник это когда все друг друга мажут краской ну вот я всегда одеваю вот у меня даже есть для холи прописана самая плохая футболка который после этого я выкину вас будут обмазывать краской даже хотите вы не хотите особенно если вы в комнате аромболе на севере гуана у на юге гуап спокойнее еще могут спросить стоит не стоит здесь просто хэппи холи и вас намажут потом одежду можете выкидывать и не меняйте и так как выкинуть просто не одно а две футболки но весело мне нравится в принципе я просто на холле выхожу одевая футболку которую я запланировал самый старый у меня есть уже там рваные испачканы и вот после холи она отправится на помойку классный праздник и вот еще в конце марта здесь у индийцев как я уже сказал это считается летом их наступает большие летние каникулы с конца марта вот с двадцатых чисел точно не поиску и до 7 июня так что вот в апреле как раз появляется на пляже больше индийских туристов потому что у них все начинается праздники они едут отдыхать также как мы на летний отдых они также едут отдыхать с детьми альный выход на пляж аромболе вот я вам не рекомендую здесь нечего делать так как очень шумно очень много местных если конечно вы не хотите посмотреть их колорит вот в апреле уже начинается например днем 33 градуса опять такой жары как в египте там 40 со в турции такого здесь просто никогда не бывает 33 градус но здесь достаточно большая влажность опять же кто здесь живет зимой вот многие уже как раз начинают уезжать из-за этого конец марта и в принципе в апреле они многие кто планирует поехать домой именно уезжают ну во первых у многих заканчивается просто виза в к этому времени во вторых уже в принципе становится когда ты правил всю зиму в россии весна все расцветает а здесь так как дождей не было с ноября там или сексину сначала ноября и даже с конца октября таких больших уже становится вот такая засушливая погода то есть ярких краск нету пальм становится уже не зеленый а желтый трава тоже может становиться не зеленый а желтый море прогревается море теплые классные прогревается 28 29 градусов апрель но она уже становится такое не непрозрачная такое мутное немножко так как появляются волны вот как раз в апреле они могут чуть-чуть побольше быть на 5 таких волн нету поэтому все серферы сюда и не ездят в а потому что особо не покатаешься но вот как я провожу время в апреле сам и здесь был последний раз 24 апреля мне еще почему не нравится так как заканчивается сезон многие европейцы вот именно европейцев уезжают закрываются многие заведения которые рассчитывают словно туристов на европейских остаются но многие шейки закрываются стоит сработать те кафе ну вот в конце апреля уже вот они начинают потихонечку закрываться где-то сначала середина апреля концу апреля уже многие закрываются допустим остаются те заведения с местной едой и просто не люблю и не ем то есть рассчитанные на местных которые как раз сюда приезжают а вот мои любимые как раз многие закрываются ну друзья знакомые уезжают уже становится жарко например я выхожу в апреле где-то на море до 10 в 10 в 11 дом и уже в 4 выхожу потому что 33 34 ну я просто не люблю жару опять же кто приезжает очень многие я часто записывал видео по другим странам наоборот супер я там из зимы приеду отдохнуть нот если вы в апреле хотите то можете ночью тоже тепло комфортно температура ночью же 27 20 градусов где-то и уже немножко душно спать вот если вы приезжаете в апреле то ищите обязательно нужно чтобы вас был кондиционер да в принципе второй половине мая так как ночи здесь уже становится теплыми плюс есть влажность и кондиционер во-первых будет охлаждать вам воздух во вторых вот избавить от такой влажности будет комфортнее спать в мае вот мая уже ну я не рекомендую сюда сильно ехать тима если уж очень хочется то только в начале мая это самый-самый жаркий месяц самый скажем так природа уже такая вся выцветшие зеленый дождей уже не было полгода в индии к этому времени где-то температура днем 34 35 но просто море становится уже таким очень жарким но буквально 29 ночью ну не комфортно уже именно отдыхать но если вам уж очень хочется тот как раз 1 мая там майские праздники во второй плане мая я бы не ехал как раз в первой плане мая заканчиваются туры обычно уже многие люди уехали много уже индийцев на поля но вообще много индийцев уже в гоа многие кафе и шеки закрыты в принципе сезон в апреле уже закончился в мае уже самые там ярые любители у кого просто не выпадает выходной если едете в мае обязательно солнцезащитный крема обязательно вот я сейчас сижу в футболке вот я и например уже в апрелях я бы вышел в такой тоненький рубашки хлопчатый бумажные здесь в индии на каждом углу продаются с длинным рукавом и на байке и же даже например таких же хлопчатый бумажных штанах что просто не обгореть не сгореть и купаться только ну купаться выходить с утра где-то здесь до десяти до пол одиннадцатый после четырех часов вечера уже становится очень жарко на пляже если подводить итог март кла хороший классный месяц для отдыха на 8 марта с его поедет у вас сто процентов будет солнце будет температура 31 32 градуса вы сможете покупаться покушать фруктов на солнце отличное время после зимы вот кстати чем еще хороша апрель и май здесь поспевает многие местные фрукты например у них манго вот внутри в январе-феврале но дорогой так она привозной стоит больше 200 рублей килограмм в апреле поспевает местные манго и прям вот я тогда в апреле кушал как раз манго когда остался наедался также папайя но у них просто бананы папайя не всегда растут бананы папайя кокосы наедитесь фруктов прямо и по недорогим ценам допустим килограмм папайя килограмм бананов прям на центральных лавках которые в центре города если вы куда-то подальше отойдете где местный покупать будет меньше центральных лавках 50 рублей килограмм папайя ананасов бананов час манго дорогой в апреле она еще будет дешевле то есть принципе можно покушать фруктов ну вот все я постарался рассказать максимально подробно какая погода в гоа зимой стоит ли ехать отдыхать в гоа ой весной стоит ли ехать отдыхать с вами был борис скалов сайт виза сам точка ру если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и до встречи следующих видео пока пока